МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. 12-тысячелетняя бабочка снова появилась на горе Арарат. Премьер-министр Армении и мэр Лос-Анджелеса обсудили перспективы развития сотрудничества. В Мартуни состоится фестиваль Граната. Иран готов обсуждать, США постоянные соглашения за ее залив. Турция готова начать военную операцию в Сирии. Повышение уровня океана может вызвать большую миграцию. Отчет ООН. В Нью-Йорке откроется выставка работ Арагю Лера. Бабочка Северный Назук, впервые зарегистрированная в Западной Армении в 1970 году на высоте 4 тысяч метров на горе Арарат 50 лет спустя снова появилась. Известно, что этот тип бабочки произошел с последнего ледникового периода. Бабочка считается одним из исчезающих видов в мире. Она широко распространена в скандинавских странах, а в Западной Армении только на высоких склонах горы Арарат. Оставив свою истинную среду обитания, она сохранила свое существование здесь с последнего ледникового периода и считается реликвией. Она нашла свое убежище на северных склонах горы Арарат, потому что это вид, обитающий только в холодном климате. Премьер-министр Армении Никол Пашиняна и его супруга Анна Копян были приняты в мэрии Лос-Анджелеса в рамках своего рабочего визита. В Соединенные Штаты встретились с представителями властей Калифорнии и городских властей Лос-Анджелеса. Как сообщили Арнен Пресс, при службе канцелярии премьер-министра Армении после официального приема от имени мэра Лос-Анджелеса состоялась встреча премьер-министра Армении Николы Пашиняна с мэром Лос-Анджелеса Эриком Герсети. Герсети приветствовал премьер-министра Армении, членов возглавляемой им делегации, подчеркнул важность визита Николы Пашиняна в США и Лос-Анджелесе. «Мы рады приветствовать вас, господин Пашинян, в мэрии Лос-Анджелеса армянская община, живущая и работающая. В Лос-Анджелесе очень успешно и активно участвует в различных сферах общественной и политической жизни нашего города. Лос-Анджелес и Ереван – города-попротивы. Мы эффективно сотрудничаем и придаем большое значение партнерству с Арменией», в целом отметил мэр Лос-Анджелеса. Премьер-министр Пашинян выразил благодарность Эрику Герсети за теплый прием и большую поддержку в организации митинга в Гранд-парке. Глава правительства отметил, что половина его визитов в Соединенные Штаты посвящена сотрудничеству с Калифорнией и Лос-Анджелесом, что демонстрирует важность, придаваемую этому партнерству и открывает новые возможности для развития сотрудничества. По инициативе районной администрации Мартуни 21 октября в районном центре состоится фестиваль Граната. В интервью корреспонденту Арцах Пресс, начальник отдела культуры и по вопросам молодежи районной администрации Мартуни, Аня Хачедрян отметила, что уже второй год подряд они организовывают фестиваль Граната. По ее словам, на фестивале будет около 30 павильонов, где представители общин Мартуни, Сюнигской области и всех тех регионов, которые хотят принять участие в фестивале, выставят и будут продавать свою продукцию, в числе которых и гранаты и другие фрукты, сельскохозяйственная продукция, блюда арцахской кухни также. Будут представлены произведения искусства, на фестивале также предусмотрена увлекательная концертная программа. Иран готов обсуждать в США соглашения, которые бы действовали на постоянной основе, но такие переговоры надо ввести в формате стран-участниц ядерного соглашения, заявил глава МИД Исландской республики Мохаммад Джабад Зариф. «Мы готовы говорить, но не о том, что будет действовать в следующие полтора или пять с половиной лет. Мы должны говорить о том, что будет постоянным», — отметил Зариф в интервью телеканалу CBS. Он подчеркнул, что Иран считает действующим совместный всеобъемлюющий план, который был подписан с участием США в 2015 году, но из которого США при президенте Дональде Трампе вышли в 2018 году. Отвечая на вопрос, готов ли Иран к переговорам с США, Зариф отметил, что место для переговоров есть и напомнил, что встреча на уровне министров стран-участниц СВПД пройдет в среду на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом глава МИД отметил, что не будет встречаться с гостью-секретарем США Майком Помпео вне этого формата, поскольку не видит для этого причины. Анкара стремится вытеснить курдов из пограничного региона на северо-востоке Сирии и создать там так называемую зону безопасности. Турция готова начать военную операцию на северо-востоке Сирии в случае, если до конца сентября там не будет создана так называемая зона безопасности. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тейп Эрдоган в субботу. «Мы закончили все приготовления на границе», — отметил он перед отъездом в Нью-Йорк на заседании Генассамблеи ООН, добавив, что не желает военного противостояния США в этом регионе. Исследователи ООН полагают, что в нескольких мегаполисах могут произойти наводнения, если в ближайшем будущем уровень Мирового океана повысится. В отчете также говорится о небывалом перемещении людей из-за климатических изменений. Расчеты ученых показывают, что в результате таяния ледников уровень Мирового океана может повыситься в среднем на 4 метра. Это означает, что многие прибрежные регионы будут затоплены. В Нью-Йорке откроется фотовыставка всемирно известного стамбульского фотографа армянского происхождения Ара Гюлера. Как пишет ermenihaber.am, это будет четвертая зарубежная выставка работ Гюлера, скончавшегося в прошлом году. Ранее работы одного из лучших фотографов мира Гюлера были представлены в Лондоне, Париже и Киото. Она будет действовать с 23 сентября по 4 октября в самом центре Уолл-стрит. На фотовыставке будут представлены работы его, сделанные им в 50-е годы. Также можно будет увидеть портреты известных личностей от Дастина Хоффмата до Федерико Феллини, от Пабло Пикассо до Сальвадора Дали, от Бриджит Бардон до Софи Лорен. В рамках выставки пройдет также семинар на тему межкультурный диалог посредством Ара Гюлера. После Нью-Йорка выставка фотографий Гюлера откроется в музее Рима. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сусарев Пар. Сусарев Пар. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром.